Дополнение в честь 30-летнего юбилея студии Банжи вышло 7 декабря. Если ты пропустил новости о том, что это такое, посмотри мое прошлое видео. Ну а это видео для тех, кто уже купил дополнение, кто уже начал играть и кто хочет получить экзотическую ракетницу Гиалархорн. Да, теперь в Destiny 2. Когда вы впервые запустите Destiny 2 после установки 30-летнего обновления, вас сразу отправят сюда, в новую активность типа арены с испытаниями. После ее прохождения вам скажут отправиться к Зуру в его сокровищницу, к тому самому торговцу экзотами. Вы будете брать тут разные контракты и поручения, а на второй странице его диалогов сможете обнаружить квест «И вылетели волки». Как раз он и приведет тебя к Галахорну. Первым этапом поручения станет диалог с Шоуханом, вендором на космодроме. Он сообщит вам о странной активности около пещеры, которую когда-то называли пещерой лута. Это прямая отсылка к одной из самых популярных историй сообщества игроков. Откройте карту космодрома и запускайте новое подземелье «Тиски алчности». В подземелье нет автоподбора игроков, так что заранее позаботьтесь о том, чтобы собрать команду. Пройти его в одиночку неподготовленному игроку будет непросто. Подземелье доступно на разных уровнях сложности. Для первого раза я бы советовал вам идти на легенде. В подземелье есть несколько загадок и особых механик. Давайте остановимся на них подробнее. Первое – сбор энграмм. С некоторых мобов подземелья вы будете лутать дебаф, который отображается почти как обычная энграмма на земле, только цветом отличается. Впервые с этой механикой вы столкнетесь прямо на входе в подземелье. Убивайте соперников, собирайте энграмма и обращайте внимание на дебаф с таймером в левом нижнем углу экрана. Бремя – богатство. Вы можете копить его с большим множителем, но если не сбросите его до истечения таймера, умрёте. Как сбросить? Найдите кристаллы, как эти. Стоя просто рядом, они счистят с вас этот дебаф. Так будут открываться разные двери на разных этапах подземелья и сниматься защитные барьеры с боссов. Первым боссом, кстати, будет Огр Фризий. Чтобы одолеть его, сначала забирайте пушку упадшего неподалёку, затем стреляйте из неё по терминалу слева сверху или справа снизу, и открывайте тем самым ворота, за которыми прячутся воины улья. Убивая их, вы соберёте энграммы с дебафом, который следует отнести к кристаллу перед боссом. После того, как вы счистите таким образом 30 стаков дебафа, щит с босса спадает, и вы можете наносить ему урон. Кстати, обратите внимание, что чтобы двери открылись корректно, лучше задерживать детонацию ракеты из пушки, удерживая кнопку выстрела до упора. Это же правило относится к некоторым другим этапам этого подземелья. На этапе с огромным воздушным шаром вам нужно перемещаться по островам с помощью гравитационных катапульт. Чтобы произвести выстрел из неё, стреляйте в терминал из такой же скорч-пушки. Зажав клавишу выстрела и подойдя к пушке, отпускайте курок, чтобы катапультироваться. На островах ищите прислужников, щит которых снимается точно так же, как из Огра на предыдущем этапе с помощью энграмм и кристаллов. А после того, как убьёте прислужника, цельтесь из катапульты и стреляйте его трупом по огромному шару, целясь в специальные вигспоты. Несколько залпов с разных точек на карте и вы сможете пойти дальше внутрь шара, так же с помощью одной из катапульт под ним. На финальном боссе все механики объединяются. Добываете пушку, стреляете по одному из двух терминалов, расположенных на сооружении, под которым ходит босс, и после выстрела по граням купола спускаются горсти энграмм. Собираете, заносите кристаллом около босса и снимаете с него таким образом щит. Тут только понадобится вам счистить порядка 50 стаков, если я правильно помню. Ну и не стоит недооценивать двух помощников босса, инвизного вандала и летающую шенку снайпера. Сначала лучше избавиться от них, прежде чем дамажить босса. После прохождения подземелья вы снова должны будете отправиться на космодром к Шоу Хану, поговорить с ним, а затем собрать 7 снарядов волчьей стаи. Для этого необходимо убить несколько сильных падших. Самый простой способ дождаться публичного открытого мероприятия и одного такого ивента вам будет за глаза. Мы с командой именно так и поступили. Потом вновь говорите с Шоу Ханом, говорите с Банши в башне, возвращаетесь на космодром в затерянный сектор сад Исход 2А, проходите его, снова летите к Шоу Хану, используете его в верстах неподалеку в подвале и наконец получаете ту самую ракетницу из рук охотника, о которой эти пердуны вроде меня из Destiny 1 только и говорили. Насколько хорошим окажется Голохорн во второй части, а также что там с его катализатором я расскажу в отдельном ролике, а на этом пока всё. Надеюсь видео было полезным, ну а если тебе не с кем пойти в подземелье, о котором я рассказывал, следи за новостями, на этой неделе я буду помогать подписчикам с его прохождением на стримах. Приходи, помогу и тебе, до связи. Субтитры сделал DimaTorzok